друзья мои всем привет вы на канале сибирский бродяга с вами джек не знаю как начать говорить сегодня походка солнечная теплая отправился в поход поход взял с собой палатку теплый пол спальник солнечную панель в общем снаряжение набрал вот так ребят но поход этот начался с неудач можно сказать вышел из дома а у нас там такой спуск достаточно крутой такой и там ребят лед местами лед местами асфальт я подскользнулся ребят и у меня моя малышка диджай осмо экшен вылетела у меня с кармана вот и упала на асфальт а когда я ее поднял поднял или поднял вот у меня просто покатились с глаз слезы сердце забилось очень часто я глянул на камеру и увидел что моя камера разбилась даже не представляю ребят что сейчас мне вообще делать на что я буду снимать и как вообще я буду сейчас снимать я даже не представляю друзья просто жалко так как я камеру покупал ребят за свои деньги порядке 32 тысяч рублей вот я друзья никогда ни у кого не просил помощи вот сейчас нахожусь такой безвыходной ситуации если у кого-то есть друзья лишняя копейка звонкая прошу помочь собрать нет ребят на новую камеру отправляемся дальше около полтора километра осталось хотя я уже и сейчас он нахожусь в лесу могу прям здесь палатку ставить здесь здесь мало так что сейчас идем в ту сторону вот да вот вот да Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чистый снег Сверху грязный, внутри чистый Воды нет Поэтому топим дистиллированную воду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот Будет у меня в палатке веничек И будем выметать мусор Ну и будет в палатке хвойный запах Это очень полезно Вот сейчас я его веревочкой свяжу И вот такой веничек В походных условиях можно сделать С пихтовых веточек Потом у меня тут в палатке вон мусор И маленько воды Снег уже растаял Вот Был маленько в палатке снег А сейчас он растаял И превратился в воду Вот поэтому Надо убрать это все дело Потому что спать-то На мокром не хочется А чтоб На сухом Приятнее спать Я взял коврик с собой У меня от пола дуть не будет Так как пол из Эва Утепленный Ну конечно температуру он никакую Не прибавляет Но Не дает дуть снизу уже Вот так вот друзья Вот Потом еще под мету Веничек пускай лежит там Первым делом Сейчас Запарим чаек Водичка кипит Можно снимать Опа Вот такая вода После снега Сейчас быстро Перекушу Взял с собой На перекус Доширак Так как я Проснулся Ничего дома Не покушал Вот Попьем чайку И потом будем уже Готовить капитально Дрова На ночь Чтобы у нас Ночлег был Как можно Комфортный И чтобы Не замерзнуть Вот Ну а потом Ближе к вечеру Уже что-нибудь Приготовим Существенное С вами Взял с собой Сосиски Яйца Одну курицу Взял Вот Пожарим В общем Будет Вкусно Будет интересно Так что Погнали Так Сейчас Сделаю С пехтолапки Небольшой Такой Столик Опять Чтобы Было Без мусора Можно было Кушать Спокойно И Будет Более Эстетично Выглядит На свежем Воздухе В палатку Не охота Идти А Здесь Будет Намного Приятней Наш Чаё Лапши Бич 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 Пакет Бомж Перекус Такой У меня Сегодня Так Мусор Сразу Сжигаем чтобы не мусорить нам в лесу вилку тоже сожгем я такими вилками не ем китайскими ну все накрываем крышкой ждем минут пять доширак я ем очень редко так когда что-то неохота готовить а очень быстро хочется перекусить поэтому берутся такие beach пакеты на сегодня опять у нас очень сильный ветер м деревья гнет со страшной силы ну я раз палатку поставил так чтобы не какая лисина на нее не упала ночью а то если упадет лисина мне конечно не пошли не поздоровится да вот с березами тут проблема ребята тут они сильно толстые мне бы на ночь какую-нибудь тоненькую свалить 1 час перекушу и что-нибудь придумаю 2 часа 2 часа 2 часа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Вот сейчас буду потихоньку распиливать это бревно, так как ножовочка у меня маленькая следопытовская складная. Я пилить буду долго, так что дрова готовить надо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас пью чай и начну готовить кушать. Так как у нас уже через час стемнеет, поэтому надо успеть приготовить засветло. У нас тут неподалеку железная железка находится, ходят поезда, Таштагол, Новокузнецк в город. Вот поэтому такие иной раз слыхать звуки посторонние. Ночью думаю прям большой костер разжечь, чтобы аж освещало все. Ну не знаю, все зависит от количества напиленных мною дров, а то может и ничего не выйдет. Ну в принципе я наронял много, 4 пихты сухостойных. В принципе мне думаю на ночь хватит, да и все нужно еще поспать успеть. Да, чай сильно отличается, ребята, от термоса. В термосе не добьешься такого вкусного чая. Ой, хорошо-то как. Так, давно я хотел выбраться с ночевкой. Последний раз я по-моему с ночевкой ходил на озеро. С палаткой, с печкой. С палаткой Алтай. Вот, а сегодня я что-то ее не рискнул ее тащить, друзья. Она что-то 18 килограмм вешает. Ну и плюс еще печка. Вот, я бы не смог бы все это унести. У нас, я еще раз говорю, у нас местами уже асфальт. Поэтому на санках уже не проехать. А на себе нести это ужас, ребята. Рюкзак плюс печка плюс палатка. Это вот легкая. 7 килограмм она и пол тоже. Пол что-то килограмма, два с половиной где-то. Вот, легкая, удобная, компактная. Раз быстро ее поднял, поставил. Она и ставится быстрее. Две боковины отстегиваешь и все на себя. Раз, распрямляешь. Сейчас, наверное, пока подкидывать не буду дрова сжечь. Сейчас пока светло. На улице не холодно. На улице где-то, может, плюс 10 даже. Да хотя, навряд ли. Плюс 7. Плюс 6, плюс 7. А то дрова закончится. Дров пилить такой ножовочкой очень, ребята, долго. А топором сухостой тоже плохо рубится. Вот, насчет березы. Я вот березу так и не нашел. Не знаю. Скорее всего, без березы буду, наверное. Так, пихточом разожгу. Посижу у костра и потом уже пойду спать. Так как спать тоже надо. Я и так уже двое суток не спал. И плюс работал еще. У нас уже упали сумерки. Очень надо готовить, кушать. Создал с собой сковородку. Шампурики, друзья, из титана. Так, ну это все спальник. Картошку я потом все это сделаю, достану. Ну, потом покажу вам, что в палатке у меня внутри. Только сейчас сперва приготовим кушать. А то, видите, друзья, уже начинает потихоньку смеркаться. Вот. Поэтому, чтобы нам засветло успеть, надо делать все это сейчас. Так как в лесу идет время очень быстро. Пролетает время. Так. 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 Продолжение следует... 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 Как раз на дровах можно и посидеть... Ну, сейчас темняется, опять будут казаться посторонние звуки. Это просто вкусняшка. Ребята, это просто вкусняшка, красота. Ребята, это просто вкусняшка. Ребята, это просто вкусняшка. Ребята, это просто вкусняшка. Ребята, это просто вкусняшка. Ребята, это вкусняшка. Сейчас хочу готовить тебе ужин, так как мясо мясом, но надо что-то покушать, поужинать. В общем, взял с собой сосиски, сосисоны, вот такие вот маленькие сосисочки, вот они. Четыре штуки. Сейчас хочу обжарить, яйцом все заправить, поужинать и дров я наготовил. Да, дров, в принципе, должно дров хватить, потому что я еще хочу сегодня выспаться. Поспать надо. Что эти бессонные ночи, сколько можно? Организм не железный. Итак, ребята, работа тяжкая, поэтому надо высыпаться. Так, 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 что-то у меня тут не открывается. Сосиска. Сосиска. Надо, ребята, наверное, собачку заводить. Пора бы уже. Сколько можно одному полюсу ходить? С собачкой веселее. И не так страшно. Она хоть в каких-нибудь ситуациях таких голос подаст. Так один ничего и не услышишь. Так, где у меня маслечко? О, сейчас мы не спустимся туда. Там я такую, типа, плиты сделал. Рогатое дерево такое двойное было. Это опять масло гореть начнет. Что-то у меня раньше никогда не горело, ребят, масло. А тут в последнее время стало полыхать аж. А тут можно упасть в эту яму костровую. О, сейчас пока подкидывать не буду. А то туда и не слезешь, потому что и снизать не надо. О, вот так вот сейчас. Что-то то ли масла много налью, не пойму. О, сейчас яйца разобьем. О, сейчас яйца разобьем. О, сейчас яйца разобьем. На плитае. Снижай, на плиты в столице. два яйца мне хватит такой омлет сосисками люблю так хлеб макать яйца что дома что в лесу обожаю сосиски какие-то новые категория б на взял их нынче первый раз должны быть вкусны мясо вроде чувствуется составе ребят главное свинина говядина вода соль специи все без гмо что-то не нравится мне ветер надует что-то сегодня сейчас дров закину и пойдем палатку да ребят когда камера разбилась я уже думал бросить все это дело весь этот youtube нету никакого нежелания не интерес пропал ну знаете ребят когда что-то случается то ничего не охота вообще настроение падает хотел вернуться домой но потом думаю нет обещал же вам все-таки пойду поснимаю поход свой с ночевкой ну а там уже дальше уже буду что-то думать я ребят реально такими средствами не обладаю чтобы мне прям сейчас купить допустим новую камеру вот ну а как говорят с миру по нитке голому рубаха надеюсь друзья на вашу поддержку хоть сколько то собрать лишнее мне не нужно но только купить камеру и радовать вас новыми с ним новыми снимками новыми кадрами не повезло мне маленько правда сегодня так нужно запуливать дрова упал в костер ребята капец снег уже кавит благо костер еще маленький но то будет так бы из горел бы нафиг сапогах таких в костер еще меньше но тут а в костерThat нафиг сапогах и Night ребят будем укладываться спать пойдемте в палатку на улице уже ничего не видно без фонаря костер нормально ничего там не загорится в принципе елки тоже не должны вспыхнуть обломал ветки на всякий случай так вот надо окошко закрыть или пусть она открыта будет бардачок так топор берем с собой на всякий случай в палатке в принципе не холодно ну вот так вот ребят палатка такая встать здесь конечно нельзя но посидеть палатка думаю чисто для сна внутри она тоже отделана такой желтый такой ткани два окна два отсека под трубу для печки ну в общем прутья сделаны не алюминиевые это стекло волокно что ли в общем палатка просторная вдвоем можно поместиться ребят даже будет не тесно вот ну буду стелиться надо постелить коврик о отсюда и костер видно если что сегодня я ребят целый день в обуви как-то маленько некомфортно хорошо что не стал закрывать окошко так как хоть за костром маленько наблюдать залез в спальник в общем снял куртку себя штаны снимать не стал мало ли на улицу выходить чтобы не одеваться уже а сразу выйти пока тепло холода не чувствую но если будут какие происшествия друзья включусь но надеюсь ночь пройдет спокойно без происшествий зверья пока не видно будильник заводить не стал наутро поскольку проснусь востока проснусь костер посмотрел вроде ничего не должно вспыхнуть ну ладно друзья до утра спокойной ночи доброе утро друзья время 9 часов на улице по ходу то ли идет снег то ли дует такой сильный ветер короче за ночь ни разу не проснулся как лег в 9 в 10 часов где так и не проснулся ни разу за ночь сейчас время у нас пол девятого вот короче ночью было не холодно тепло вот вот на улице снежок идет сейчас буду завтракать готовить завтрак опять наступила зима ребята сейчас посмотрим что у нас там костром вот такая вот за ночь ямище просто сейчас буду разводить костер норово еще остались вчера вчерашние вот ну будем делать чай похолодало маленько сегодня у меня завтрак будет пирог пирог с курицей такой вот домашний пирог мы маленько разогреем чуть-чуть о горяченький пирог с курицей такой вот чай сейчас чай с курицей такой вот уже сколько снега навалило ребята просто же так буду собираться потихоньку домой еще надо монтировать фильм завтра на работу так что потихоньку буду складываться паковать вещи собирать палатку идти далеко эх что-то не охота ничего складывали хе-хе-хе не охота ребята какая-то лень лень какая-то друзья на меня напала блин снег всю всю эту малину испортил маленько так как бы все ничего тепло солнышко светит хорошо вчера было бы не жизнь а сказка вот столько вот ребят у нас в сибири снега даже сейчас в преддвериях конца марта и то снег валит вот так вот она складывается просто давится и все ребят вот так вот вот так вот ну все ребят я полностью собран готов к отправке домой ну что надеюсь вам понравился мой поход с ночевкой правда маленько были неудачи но ничего мы люди сильные переживем и не такое переживали можно сказать увидимся друзья в следующем походе не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки всем пока до скорых встреч кирпич